Как произошло знакомство с акселератором? Мир поменялся. Ты должен использовать те инструменты бизнеса, которые есть сегодня. Какой результат за полгода у вас? Почти там около 500 тысяч. Ну там ежемесячно люди платят. Ты просто вообще не знаешь 90% этого бизнеса. Друзья, всем привет! С вами снова мы. Я Федор Спиридонов и Илья Терновой. И у нас вновь в гостях очень интересный резидент акселератора онлайн-школ Аксель. Мы будем задавать ему каверзные вопросы, мы будем выпытывать инсайты, мы будем разбирать его жизненный путь. Сегодня у нас в гостях Ксения Жердева. Бизнес-леди и уникальность ее заключается в том, что она является и экспертом, и продюсером в одном лице. Это большая редкость. Смотрите выпуск до конца, Ксения расскажет много интересного, поделится своей уникальной воронкой продаж. Так что мотайте на усы, ребята, и смотрите выпуск до конца, потому что также будет хорошая скидка на обучение в ее онлайн-школе. Что ж, друзья, вот у нас та замечательная, прекрасная, улыбчивая Ксения Жердева, у которой уникальный опыт, с которым мы сейчас и познакомимся. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Здравствуйте! Сперва хотелось бы задать вопрос о том, чем вы занимались до онлайн-сферы, до онлайн-образования, и как вы пришли именно на этот путь? Ну прежде, и в принципе сейчас я еще частично остаюсь специалистом по фэшн-индустрии, то есть я занимаюсь таким индивидуальной услугой. Это индивидуальные заказы для клиентов, создание имиджа, стиля определенного. Ну и в основном это для бизнесменов и тех людей, у которых просто нет времени на это. То есть немножко отличается от шопинга. И одновременно много лет, то есть 17 лет у меня практики и 10 лет уже профессиональной такой работы в психогенетике. То есть я как эксперт по психогенетике, я преподаю, консультирую, даю индивидуальные консультации. И в общем много лет я это все совмещала и одновременно еще училась. Вот. И вот в какой-то момент, да, там почти два года назад я там снизила свою деятельность, а здесь стала ее более бурно развивать и как бы в эту нишу полностью уйти. Тоже хотите открыть свою онлайн-школу, чтобы продавать свои знания или своего эксперта? Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс «Как продюсировать себя или своего эксперта». Вы получите пошаговый план, как открыть онлайн-школу с нуля и как упаковать и продать знания своего эксперта. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Ну, во-первых, это моя любовь, это моя страсть. Фэшн или индустрия моды, это все-таки я генетически была к этому предрасположена. Вот по сути об этом и есть психогенетика. То есть мы все имеем определенную генетическую предрасположенность, которую мы обязательно ее как бы исполним, как бы мы не хотели. И есть то, с чем мы пришли, как с нашей миссией. И это следующий этап. То есть эти две вещи можно либо интегрировать, либо по очереди исполнять. Но лучше, когда, конечно, ты это знаешь, понимаешь, и тогда можно ускорить этот путь движения. И либо как-то очень здорово объединить, да. Это вот вылилось в моих программах, например, да, как ДНК «Образы и стиля», где не упуская как бы тот прежний опыт, я его сюда вложила, потому что есть запрос, есть потребность у клиентов. Ну и, во-первых, они меня всегда просят у тебя свой особенный взгляд, какое-то особенное понимание. И понятно, почему. Обладая вот этими знаниями об наследственности, да, понимая, что у каждого у нас есть вот как бы те изюминки, которые такие уникальны, мы не всегда их видим, более того, мы их и не используем, вот. И вот это уметь подчеркнуть, донести до человека, это, конечно, совершенно другой эффект, в том числе в стиле. То есть человек совершенно по-другому себя чувствует, он одевается именно в то, что ему нравится, при этом он соответствует там, да, своей должности. Где вы получили эти знания? Потому что вы получили понимание о том, что генетически это передается гораздо позже, но с чего-то же, где вот отправная точка она была? Ну, оно никак не позже, мы с этим уже рождаемся, просто приходят. Нет, это потому что вы осознали позже про генетическую предрасположенность. И сразу же вот так вот, в этом 18 лет, вот генетически предрасположенность. Вы куда-то пошли учиться наверняка, да, то есть и поняли интуитин, или вас там, не знаю, там направили родители, да, то есть вот в мир фэшна делаю шаг, а дальше уже там генетика была, я так правильно понимаю, да? Да, ну, психогенетика, правильная наука называется. Да, психогенетика. Вот как вы... Психогенетика поведения человека, вот если полное название, да. Потому что есть психогенетика еще как бы как подраздел в психологии, он немножко про другое. Я так скажу, в эту науку не приходят, на начальном этапе не приходят от того, что хочется там какую-то профессию поменять. Раньше было, сейчас уже немножко картина изменилась. У меня была своя проблема жизненная такая серьезная, и я обратилась к этой науке. То есть долго я тоже к этому шла достаточно там. Я не могла родить ребенка, и это у меня произошло на седьмой раз. То есть вот история шести предыдущих несоставшихся беременностей и привели к тому, что я все-таки услышала коллектив. Я работала в кадровом бизнесе, когда закончила. Авиационный университет. Вот. У меня такой интересный путь, и это как бы к тому, что наш путь, он всегда очень такой... Тернист. Он не тернист. Каждое место, да, или каждая встреча, или как бы то, что мы изучали, это все нужно для дальнейшего пути, да. Вот то, в чем я сейчас специалист и хороший эксперт. Вот я теперь понимаю все эти сферы жизненные, да, там, города, где я была, что со мной происходило. Это все было нужно. То есть это необходимая составляющая, без которой бы я не стала тем, кем я сейчас. Вот, как бы, может быть, так не совсем радостная данная история, но тем не менее я услышала в какой-то момент, а работали со мной 60 психологов, и, понимаете, да, а я человек из, как бы, из инженерии, у меня инженерные факультеты, и для меня было непонятно, как эта наука может помочь. Я говорю, что мне там такое сделать, что мне прибьют или оторвут, или пришьют, что может решиться эта задача. Ну, и вот они смогли до меня донести, и, опять же, вот я была уже на таком грани, кризис, вот, что я делаю, да, помогаю людям быть из кризиса. Это люди, которые приходят, они, так же, как и я, у тебя есть собственное мнение, ты уже в чем-то зрелый, у тебя есть какой-то опыт, да, то есть ты не без, вот, ты не бежишь, да, как девочка какая-то там, тебя поманили конфеткой какой-то или игрушкой, ты уже осознанно подходишь к этому моменту. Вот здесь я была готова к тому, чтобы попробовать какой-то вариант и понять. И, конечно, познакомившись, все, я пропала. Вот, и, конечно, я потом много задач решила других, и в семье, и, ну, по поводу отношений, да, с супругом была, аж замужем уже. Потом я, ну, с ребенком, да, мой ребенок тоже с 4 лет эти знания изучает, применяет. Дальше, когда я поняла, что, ну, вот, я и стал там годика два, я поняла, что я не вернусь в этот бизнес, но я хочу найти, кто я, что я, да, то есть, и получается, что, как бы, порешав вот эти все-все-все истории, ну, и, конечно, я обратилась, где вот мое предназначение, призвание, потому что много талантов, как бы, были очень явные, я постоянно делала ремонты, помогала своим подругам одеваться, то есть, это, как бы, про дизайн такой было больше, потому что не было такой услуги раньше, как вип-шоппинг, например, такую услугу кому-то оказывать, даже непонятно было, как ее предлагать. И вот своего тренера, взяв консультацию, я поняла, что, да, вот мне куда-то в эту сферу надо двигаться, и через 9 месяцев я нашла, была открыта в Москве первая студия, она так и называлась, Песнул Тач Консалтинг, компания гардероба, магазин такой он сейчас существует, и я решила туда идти, ну, и понимаете, да, когда ты вообще никто, ничто, никогда в этом не работал, но я сумела до них донести, что я им нужна, что здесь мое место, это непросто было тоже, то есть, моя задача была с людьми встретиться, чтобы они меня увидели, услышали, потому что, ну, раньше не было такого, не интерактив, какого-то, не знаю, там, присылать свое видеоизображение, вот, и у меня это получилось. Вот как эта наука помогает, да, пройти, вот, или как бы шагнуть туда, где не были ни твои предки, ни ты, да, и практически это, ну, можно сказать, нереально. У нас получается сейчас, резюмируем таким образом, у нас сейчас, точнее, у вас два направления, по которым вы ведете свою онлайн-деятельность, деятельность, ну, образовательную онлайн-деятельность, да? Первое, это фэшн, второе, это психогенетика, ДНК. Ну, я бы так сказала, психогенетика, это больше такое глубокое, да, образование, это люди должны быть к нему готовы, обычно после консультации они приходят на такое обучение, оно длительное, оно год, и там несколько курсов, например, есть. Я просто адаптировала в два продукта для того, чтобы, вот, когда я, да, пришла в акселератор, и до этого я тоже много думала, как людей познакомить, чтобы они не с проблемой, да, ждали, пока их там шарахнет, они потом приходят, а чтобы не поняли, что это инструмент, который многократно ускоряет их движение, вот, как бы, исполнить свое предназначение, будем так, пусть громко, но точно. И два таких продукта, которые можно употребить сразу. Это стиль, через имидж вы находите себя, повышаете свою экспертность, или учитесь ее правильно, как бы, демонстрировать, понимаете, за что вам должны заплатить больше, чем, там, ну, там, вам называют какую-то стоимость. И второе, это профессиональная уникальность. Этот курс я проводила, как раз, первый раз, когда запустила, приглашала специалистов по HR, бренд-специалистов, ну, в общем, все, кто занимает такими помогающими профессиями, вот, очень хороший отклик. Люди сразу поняли, как этот инструмент работает. Пусть это поверхностно, это, в принципе, достаточно долго надо изучать, потому что понимать, да, вот эту взаимосвязь и уметь ее еще правильно интерпретировать для клиента, ну, это, как бы, ну, не знаю, вот, например, я, сколько, 17 лет в этом, 10 это только профессионального обучения, постоянного. Это не то, что сегодня ты учишься, завтра нет. Это каждый день, по несколько часов, то есть, ну, ты изучаешь материалы, ты пишешь все это через собственный опыт. Это все это, ну, как бы, это невозможно не применить, вот. Поэтому здесь квалификация, конечно, у таких специалистов очень высокая. Даже я скажу, как любой университет отдыхает в этом плане. Все равно мы там не все учим, как бы, не все используем, а здесь неизбежно. Как произошло знакомство с акселератором? Веду я через онлайн, да, как бы, есть скайп и еще что-то, поскольку я все время ездила по миру, у меня клиенты со всего мира. И стала использовать, потому что они могут сюда приехать. Это небольшие, у меня небольшие группы, там, меньше даже 10 человек. За границей люди учатся? Да, да, да. Это русскоговорящие? Русскоговорящие, да, да. Есть и иностранцы, они с переводчиком тогда, ну, вот, консультации также они берут, потом в группу кто-то вот захотел, там, потому что пары есть смешанные. Вот. И поскольку потом я точно, да, стала, что это самая такая приемлемая форма, и плюс нужно, как бы, знаете, как рынок изменился, тебе сложнее уже где-то какие-то вещи оффлайн организовывать, время ускорилось, ну, то есть мир поменялся, вот, и все. И ты должен использовать те инструменты бизнеса, которые есть сегодня. Онлайн-пространство, там, все нюансы инфобизнеса, их, как бы, хочешь не хочешь, но, как бы, их нужно изучить. Вот. Это первое, почему, как бы, я обратила сюда внимание. И познакомилась с акселератором. За год, как туда пришла, долго год знакомилась, переговоры, вот, ну, тоже много хороших, как бы, идей, там, подкинула. И потом решила, что да, надо. А первая точка контакта, где была у вас? А вот они первые, по-моему, вебинары проводили в семнадцатом году. Каким-то образом, в общем, вам пришло и приглашение? Да, да, да. И вы задумались год, выжидали все это, в общем? Не, она не активна меня. А как так вышло, что год, прошел год и... Ну, подход сначала, который был в акселераторе, он не совсем мне подходил, да, то есть те принципы, которые, например, я пропагандирую, ими живу, и обучаю людей этим принципам, они не совсем там, как бы, стыковались. Мы это тоже обсуждали очень так, там, несколько месяцев. Ну, пример какой-то там, например, они дипломируют это, вы придерживались такой линии. Даже каких-то конкретных, мне кажется, не стоит приводить, а просто общий подход даже, что для того, чтобы свой продукт предложить людям, по крайней мере, надо быть заинтересованным в тех людях, в этих клиентах, которые к тебе идут. Тебе просто сами люди должны быть эти интересны. Тебе интересно, да, как они будут продвигаться, насколько ему, вообще, подходит ли им этот продукт. То есть вот очень качественное отношение. Это вообще номер один сегодня. Никакая воронка продаж не будет, это про воронку потом, не будет работать, если мы не уважаем своего клиента. По сути, если мы не, как бы, даем ему то отношение, которое мы хотим к себе, ну, все, можно бизнес прикрывать. Ну, быть честным и относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. То есть даже честность, вот, ну, как бы, повышать ее все время, да, каждый раз должен быть какой-то апгрейд. Вот он у них был, вот наши разговоры не прошли даром, быстро достаточно. Какой результат за полгода у вас, вот, двух вот этих вот направлений? Почти там около 500 тысяч, это курс. Ну, там ежемесячно люди платят, да, то есть в месяц они вносили. Дальше, как бы, можно сказать, у меня уже за пять лет это все наработано. И, по сути, та же сумма, она так и остается. Там, ну, я так скажу, в пределах от 150 до 250. Это вот потому, что, да, небольшие группы, это все сарафанное радио. Да, консультаций стало больше, ну, я, как бы, их не сильно так учитываю, потому что они все-таки варьируются, нет такой стабильности месячной. Вот, если еще больше продвинуть, я не знаю, да, например, ну, вот, как про пиар, да, если бы я это делал более активно или раньше бы поняла, например, это я бы уже дальше продвинулась. Но я не тороплюсь. Это же не то, что не тороплюсь, ну, как бы, нет здесь смысла, ты должен все прочувствовать. А сколько стоило обучение ваше? Триста. Так, по-моему, самый такой, ну, как, не знаю. Жалко, жалко было давать. Средний пакет. Плачу всегда за обучение, то, сколько оно стоит, если оно мне нужно. Вот с чем я тоже столкнулась. Раньше просто этого не было, да, не было столько курсов разных, не по личностному росту никаких. Вот сейчас даже бесплатно ты предлагаешь. У меня было два случая, когда я предложила свою консультацию бесплатно, хотя я не сторонник этого вообще. А сейчас я вообще, как бы, соблюдаю этот принцип. Не ценится. Не ценится и, как сказать, ну, по сути, за этим всегда стоит, что человек не способен, да, вот, и заработать, и оплатить, а это, в общем, последствия такие серьезные. Ну, в общем, это не работает бесплатно, и цена озвучена, и, значит, за этим есть ценность, та, которую они, как бы, вложили сюда, и она стоит столько. Я, кстати, потом, позже узнала, что есть еще, по-моему, два варианта цены там. Начальная какая-то. И еще, да, да, да. Жалко, нет, и не было такого. Я бы сказала, может быть, потом я подумала, стоит ли это не стоит, да, обучение этих денег, но это больше такое, ну, я привыкла все анализировать, у меня на автомате голова так работает. Я так скажу, что они профессионалы в своем деле, то, что они аккумулировали, и мы не всегда видим, как бы, что прошел человек, да, специалист, какой путь. Вот потом я, кстати, подтвердила себе, Сергей, он где-то рассказывал, его путь в маркетинге, да, создание такого продукта, это 11 лет. То есть, по сути, да, мы стартанули за один день, туда еще прибавьте 11, и тогда понятно, почему такая экспертность, почему такая стоимость, да, почему так создан продукт, то, что вот они так себя рекламируют, да, пиарят везде, ну, так очень мощно. Мои клиенты звонят, вы добрались, ну, там, во всех точках мира, Дубай, Америка, акселераторы везде, ну, потому что я тоже рассказываю некоторые примеры, и они интересуются, смотрят. Вот, в принципе, понимаешь, почему так это происходит. За этим стоит огромный труд многих лет. Если вас интересуют онлайн-школы, но много сомнений или вопросов, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом. Он расскажет о тех шагах, которые нужно совершить, чтобы у вас появилась онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Ну, обучение успешно складывалось, то есть это курс, лекция за лекцией, вы все смотрели. Вот я думала, да, потому что был такой вопрос, то есть стоит, не стоит, да, там, советовать или не советовать. Я бы так сказала, я никому бы ничего не советовала бы. Я бы лучше посоветовала прежде очень осознанно изучить эту тему, да, подойти, посмотреть, как... Они много чем делятся, то есть очень много кейсов, да, в открытом доступе. Посмотреть, изучить. Они там дают какие-то ознакомительные, по-моему, программы немножко вначале. Не буду говорить, что бесплатно, но я знаю, точно есть. Здесь нужен очень однозначный подход. Вот, вот если человек созрел и он хочет это изучить, да, ему надо сюда идти. Если ты просто хочешь заскочить в этот вагон, потому что ты там, тебе надоела работа. Где-то слышала что-то. Да, это не про них история, они просто не получат пользу, будут только критиковать и все. Или там будут говорить, что это не стоит этих денег. Огромное количество материала переработано, скомпоновано, даже как это есть, сжато, да, в такие узкие, не знаю, как это, инструменты или пользу. Если ты хочешь, ты быстро это можешь изучить. Я очень активно три месяца, да, три с чем-то месяца проделала все. То есть вот как специалист и продюсер, и там, и таргетолог, и, ну, ленды я до этого уже как бы делала, и рассылки. Вот, то есть все-все-все я умею своими собственными руками, это очень здорово. Это огромный плюс, кстати. Да, а понимаете, как не получается. Вот я бы с удовольствием кому-то бы делегировала, но вот я сейчас вот могу сказать, да, потому что я сейчас немножко так, ну, в своем режиме самостоятельном. Ты просто вообще не знаешь 90% этого бизнеса. Вот просто делегировав, все, вот 90% провал. Хотя ребята говорят, что продюсер важнее, а все-таки эксперт для меня, с моей позиции, важнее в чем? Есть продукт, тогда есть что продавать, да, тогда и продюсеру есть работа. Поэтому, когда ты эксперт, и ты не знаешь вот этой кухни, очень сложно на самом деле и команду собрать, и понимать, как двигаться. Вот пройдя все это, и проделав все, вебинары, тема непростая, как бы, вы сами понимаете, она глубокая. Тут надо уметь человеку объяснить и физику, и генетику, и духовные принципы, как это в вебинар засунуть, когда там 10 лет ты этому обучался. Физику вообще, как только слышат, они отодвигаются. Вот простым языком, на вебинаре там представить, то есть я много раз его переделывала, делала там и презентации, чтобы было рисунки разные. Эффект как бы хороший, но вот такого соединения контакта не произошло. Потом делала просто прямые эфиры, то есть много чего попробовала, и сейчас, вот, если хотите, да, могу сказать про свою уникальную воронку. Да, за камерой мы уже обсуждали это, вы скажете, расскажете. Было бы очень интересно послушать про... Расскажите про свою уникальную воронку. Да, это не про быстрый старт и зарабатывание денег, но это про свой личный путь, который, вот, ты не бросишь свою работу, да, если ты ее нашел, да, пусть медленно, но она тебя греет, у тебя не будет вот этого дауна, не знаю, там, депрессии, что там у кого случается. Моя воронка, она так строится, это интервью, это участие в каких-то конференциях, бизнес-форумах, вот, несмотря на то, что я как эксперт в психогенетике не так известна, я нигде особо это не рекламировала, но меня стали приглашать, вот, вот, когда это твое, и ты немножко так, ну, сформулировала эту идею, и онлайн тоже были конференции. А как вас приглашают, как вас находят? Вот они меня как-то находят. А вы не мониторить, как они вас находят? Нет, нет, я знаю, но я вот говорю, что это какая-то встреча, мы встретились, пришел еще человек какой-то дополнительный на эту встречу. Да, ну, можно так сказать, он посмотрел на меня, услышал в этих переговорах, хотя я встречаюсь не с ним, да, послушал, посмотрел, и потом там, Ксения, хочу вас пригласить, я говорю, я только за. И вот потом я только поняла, через какое-то время, что вот, вот это моя история. То же сейчас, как мы собираемся делать посты разные, информацию, я не за то, чтобы какой-то контент, как бы, у меня нет такого контента, который вот развлекательный, я не про этот человек, да, я не буду каждый день там это все делать. Ну, зачем против себя переть, ты просто сдуешься, как эксперт, да, и тебе не захочется с людьми просто работать. Скажите, пожалуйста, вот по какому принципу вы выстраиваете продажу своих курсов? Потому что кто-то делает курсы, скажем так, три и на неделю, кто-то делает, на месяц растягивает. Как у вас выстраивается, в общем, как это называется у нас, архитектура курса, вот. Есть длинный продукт, да, это длинное обучение и два коротких, и консультация, как инструмент привлечения или знакомства. Вот, но поскольку она стоит, такая, на рынке, да, у нее, может быть, более высокая цена, там, выше среднего, то здесь, конечно, требуется приложить усилия. Но, по сути, я больше рекламирую вот эти два коротких продукта, это код профессиональной уникальности и ДНК вашего образа и стиля. И об этом рассказываю. Это моя такая воронка продаж. То есть я не делаю вебинары, не делаю сейчас прямых эфиров, закончила эту тему. Чем вы руководствовались, когда составляли именно вот такую схему, скажем так, воронки продаж и дальнейшего взаимодействия с аудиторией? Вы просто интуитивно как-то к этому дошли или услышали так вот, здесь вот мне акселератор вот это рассказал, мне это не совсем подходит, а здесь вот я увидела вот такие подходы, там, например, не знаю, на западе или где-то еще. Прямо точно, вот так оно и было. Да? То есть у меня интуитивно я точно знала свой путь, но поскольку ребята здесь профессионалы, я как бы свое мнение говорила, но тем не менее я делала это. Ранее в разговоре вы сказали, что ничего не бывает случайно, да, любая встреча, любое действие, которое происходит, оно там должно быть и приобретаешь какой-то опыт. То есть вот, например, в нашем случае, да, у нас там тоже там произошла встреча. Мне просто хочется понять, с точки зрения там психогенетики, не стоит сопротивляться этим встречам и каким-то предложениям? По-разному бывает. По-разному, да, бывает? Кстати, я хочу сказать, в акселераторе, ну, во-первых, очень много с людьми я же познакомилась. Такой обмен, вот это сообщество, которое ребята создали, я хочу сказать, очень качественное. То есть вот люди настолько желающие дать что-то качественное. Гармический менеджмент. Ну, немножко вот он не про то. Это не про то, чтобы как дать, чтобы получить, хотя тоже, я понимаю, ребята не это, да, позиционируют, но, тем не менее, это вот неизбежно. Менеджмент некармический какой-то еще. Люди очень качественные с точки зрения, как бы, не знаю, внутреннего, что ли, состояния такого душевного, да, или там сердечного. Был бы это, не был бы это акселератор, они бы все равно это делали. Вот, то есть они находили бы способы, чтобы продолжать или там как-то реализовывать себя. Я так скажу, каждый человек, который сюда пришел, он пришел, может быть, не просто обучиться онлайн, да, образованию, как это вести. Ну, надо себе просто задать вопрос, зачем я здесь, да, то есть что я здесь должен увидеть, понять, либо про себя, либо про свою деятельность, либо про какую-то коммуникацию. Это все точно не случайно. Давайте сейчас подумаем над размером скидки на один из ваших курсов. Или на два, сразу, например. Или сразу на оба это будет. Какая скидка, какой бы размер скидки вы могли презентовать нашим зрителям? Ну, самое такое, конечно, да, быстрая, легкая и полезная, это вот два курса, которые я веду, да, это ДНК-образа и код профессиональной уникальности. Пусть будет 30. 30% – это очень хорошая, солидная скидка, друзья. Какое-то слово знаковое из нашего интервью, из вашей истории? Ну, пусть рентабельный гардероб. Рентабельный гардероб. Друзья, если вы умеете писать без ошибок, то вы получите скидку 30% по промокоду рентабельный гардероб. Заодно и грамотность вашей профессии. Огромное спасибо вам за это удивительное интервью, полезное, информативное. Вот, мы желаем вам успехов и надеемся, что школа наших зрителей ринется к вам на курсы. Спасибо. Спасибо, ребята. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому ролику и комментируйте, что бы вы хотели еще узнать. А мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Слушай, мне понравилась фраза ее о том, что когда я спросил, не жалеете ли вы то, что заплатили за обучение в акселераторе, она сказала, что у продукта есть ценность. И даже я, говорит, в свое время, когда пытался что-то делать бесплатно, это обесценилось. Однозначно. Поэтому, слушай, ну, это интересно. Не снижай цену, да, там, условно, даже не демпингуй, делай то, что ты делаешь, и тебе обязательно вот это выстрелит, это получится. Ну да, применим мы к нам, что мы можем сделать. То есть, ну, я не знаю, насколько должны быть бесплатные вебинары, да, мне кажется, все равно какую-то за них стоимость нужно брать, да. Опять-таки, там, сами оцениваются, друзья, там, 100 рублей это будет, какие-то номинальные, там, цена, да. Это тебя привязывает, это вселяет в тебя чувство ответственности, да, в зависимости от ниши. Она просто общается, общается с людьми, то есть, ведет оффлайн деятельность. Это какой-то, знаешь, как вот капитал у эксперта, у которого есть уже сформировавшаяся аудитория, она за счет этого привлекает. И эта особенность, как раз, там, того, что она, она сама и продюсер, она сама и эксперт. Вот, наверное, в этом вся фишка. Очень интересно то, что она не делает вебинары. Вообще. Да, кстати, хотел тоже сказать об этом. Вообще. Это уникально. Тоже, как бы, вот, это такой инсайт, человек просто продает коротенький курс, там, по 7000 рублей, у него, на сайте посмотрите обязательно, по 7000 рублей, пожалуйста, обращайся, смотри этот онлайн-курс и принимай решение, дальше тебе нужно серьезный такой, дальше проделывать путь, дорогостоящий путь определенно. Ну, в общем, удачное интервью было, очень приятно пообщались, положительное знакомство. Да. Да, так. Субтитры создавал DimaTorzok